Продолжение следует... Второй шаг в Краснодар, дом, где нужно проехать всего 260 километров. Подъезжаю я к печально известному Батайскому кольцу, где мусора за сплошную разводят навстречу. Хотя встречки никакой и нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вот я был во второй полосе и вдруг оказался в первой. А те, кто едет по правой, по первой полосе, оказываются на съезде вот туда. И чтобы им перестроиться влево, им приходится перестраиваться через сплошную. Ну а там дальше на съезде уже стоят мусора и тормозятся. Там во всех видео, которые я смотрел, были... Была машина на обочине, которая всех и фиксировала. Здесь ее не было. Может, и мусоров тоже нет? Нет, вон они стоят. Сейчас вы их тоже увидите. Вот они, гниды. Тормознули уже кого-то, видимо. Мой первый пункт оплаты. Сколько лет существуют платные дороги? Все время я их объезжал стороной. А вот теперь все-таки решил не ехать лишние километры, а проехать по платке. 60 рублей мне стоил ночной проезд. Едем вперед. Краснодар. 240 километров осталось. У меня на остатке 10 киловатт, которые... 10 киловатт-час, которые я могу использовать. Проехал я уже 37. Я думаю, все отлично. Я как раз приезжаю на заправку на Чудем. Заряжаюсь. И последний рывок до дома. Итак, друзья, я доехал до Глукойла с быстрой зарядной станцией. От Артема, который меня принял у себя дома. Я проехал 128 километров. Вот с таким вот замечательным расходом электроэнергии. А вот что я имею по Leaf Spy. Кстати, разряд... Расход у меня получился такой. Потому что я уже последние 10 километров, когда был уверен, что доеду, сжал прям по полной на педаль. Там и 120, и 130. Вот. Для чего я это делал? Потому что на Глукойле все равно не по киловаттной оплата, а просто оплата за подключение. То есть, неважно, сколько у меня зальется. Там 14 киловатт в батарейку, или 10, или 5. Стоимость все равно будет одна и та же. Поэтому я давил по полной. Заодно оно получилось и побыстрее. Ну и хоть немножечко. После 60 километров в час проснулся, что ли. Вот. А на время заряда это, в принципе, повлияет-то там минутам, может быть, больше. Может, на две. Вот. Приехал я сюда. У меня ремейн был 1,2 и 1. 300 ватт уже залилось. А, что-то она подвисла. А, 2,1 было. Уже 1,2 киловатт в час заправили в батарейку. Давит, как видим, она 20 киловатт. 4 минуты прошла. Вот сейчас заряжусь до Краснодара, точнее, не до Краснодара, а до конкретно места моей остановки. Мне осталось 154 километра. И, кстати, вот я сейчас вам показываю способ объезда платного участка одного возле Павловска. Где-то вот здесь вот находится у нас пункт взимания оплаты. А так как мне нужно на Краснодар ехать, то я просто объезжаю через Октябрьскую и Павловскую. Выезжаю на М4 опять. Немножечко, но экономия. Дальше будет пункт оплаты еще один. Где-то вот здесь вот. Приблизи. Так, где-то вот здесь вот, где есть полосочка красненькая, там еще один пункт оплаты. Самый дорогой пункт оплаты, насколько я знаю, 200 рублей там берут. Его тоже можно объехать, но объезд 20 километров плюс. Возможно, на бензинке легко, а для электромобиля не очень. Поэтому я посмотрю там, конечно, по расходу, но вряд ли. Потому что мне и так ехать 154 километра. Я думаю, где-то придется на полчасика еще встать, подзарядиться даже по пути. 154 все-таки это прям край. Ну, а 45 километров в час тянуться я совсем не хочу. Тем более, что вот эта зарядная станция быстрая, она меня сейчас не зарядит на полную. Скорее всего, максимум на 14 и остановится. Вот. 14 на остатки мне не хватит, чтобы доехать. Поэтому по пути там есть заправки, я знаю, Газпром. На них тоже есть электрозарядки. Медленные, но полчаса-час я постою, зато точно доеду до своего пункта назначения. Вот такая вот зарядная станция. С левой стороны Чедема нужна вот такая вот карта. Что бы активировал. Экранчик вообще бесполезный. Пишут какую-то ерунду, что нужно авторизоваться. Эта зарядка уже идет. Все, стоим, заряжаемся. Сейчас на Луквелле. Возвращаюсь обратно к машине. Мужик спрашивает, как обычно. А что, на сколько хватает? Ну, собственно, вопрос-то настолько уже сочертел. За эти 25 дней я отвечаю тысячный раз уже, наверное. На каждой заправке одно и то же. По 10, по 50 человек подходят. И там, а что, сколько? Я по приколу, короче, ему говорю. На тысячу километров хватает. И какая его реакция? Типа они, ух ты, ничего себе. А он говорит, тысяча километров и все? И тут я просто оказался в тупике. У меня дар речи пропал. Тысяча километров и все? Интересно, как бы он отреагировал, если бы я сказал 150? Блин, вот я в шоке. По-моему, людям скажешь, ее хватает на пять тысяч километров одной зарядки. И он также скажет, и что, и все? Без комментариев. Продолжаю заряжаться дальше. Итак, первая попытка завершена. Аккумулятор взял только 12,6. Точнее, до 12,6 киловатт-часов. Естественно, полю в спае, это данные. Вот, подключил я его второй раз. На второй круг. Начал он с 15, сейчас вот 6500 заливает. Вот, ну я буду до максимума. Хотя бы до 14, чтобы он все-таки довел. 12,6 это вообще не дело. За 340 рублей-то. То есть, сейчас, грубо говоря, у меня выходит по 33, там, 32 рубля киловатт. Не. Я буду его и третий, и четвертый раз подключать. Чтобы добить заряд до максимума. Я эти 340 рублей по полной отобью. В общем, получилось добить заряд только до 14 киловатт-час. Дальше ни в какую не берет. Просто там 100 ватт льет. И через несколько минут отключается. Ну да ладно. 14 киловатт мне, конечно, точно до дома не хватит. Полчаса где-то придется постоять, подзарядиться. Думаю, на одной из Газпромовских заправок по пути есть розетки. Там и встану. Еду я уже по станице Павловская. А свернул я с трассы сразу после Лу-Пойла. Была развязка. И с нее очень удобно выезжать в поселок Станица Октябрьская. Между Октябрьской и Павловской. И очень даже приличная, ну, однополосная, конечно, дорога. Вот по одной полосе в каждую сторону. Вот. Ну, проехал довольно-таки быстро. И скоро буду выезжать обратно на М4 в обход пункта оплаты. Я давно как-то смотрел по расстоянию. Сейчас уже точно не помню. Но там настолько ничтожная разница. Я проехал чуть-чуть больше. Но зато сэкономил на оплате, если не ошибаюсь, 120 или 140 рублей. Ерунда это, конечно. Сэкономить бы там следующие пункт оплаты, которые 200 уже. 200 рублей просто за несколько десятков километров дороги. Это грабеж. Ну, там плюс 20 километров. По не очень ровной дороге ехать не хочется. Поэтому все-таки заплачу 200 рублей. Вот такая вот станичка. Давай, бабушка, переходи. И вот, собственно, мы выезжаем обратно на трассу. Видим грубейшее нарушение правил дорожного движения москвичами. Вот и все. Пункт оплаты остался позади. Впереди еще один пункт оплаты. Его я обижать не буду. Я уже говорил, там плюс 20 километров. Да и дорога не очень. А вот и следующий. А вот и следующий пункт оплаты. А вот и следующий пункт оплаты. 200 рублей сейчас, как снимут с меня. А просто за что? За маленький кусочек дороги. Ехал на газпромовскую заправку. Тут вот цепочка натянута. И аппарат вообще, походу, мертвый. Я в розетку попытался воткнуть. Зарядное устройство. Напряжения нет. Вот работник сказал. Сходи вовнутрь, узнай, что там вообще как. Может, включат. В общем, активировали мне зарядку. Только один хрен. Розетка не работает. Светится, что типа работает. А напряжения на ней никакого нет. Зато вот две верхние работают. Типа берите свой кабель и заправляйтесь. Да, и еще вот это вот, конечно. Вот она стоит вертикально. И вот так вот болтается. Это просто... Ну, вот как вот это вообще такое? У меня нет слов. Это, походу, кто-то разозлился. И кто не смог зарядить машину, и это... Отыгрался на ней. Я снова еду. Снова в пути. Забыл сказать, забыл заснять, точнее, что я полчаса заправлялся на СТО, который рядом. Там даже не СТО, это шиномонтаж и автомойка. На автомойке, в общем, на полчасика разрешили мне подзарядиться. Я у них, ну, киловатта-два взял все-таки. Хорошая там очная розетка была. Ну, чуть больше 30 минут, там 35. Вот, еду. Осталось мне до моего конечного пункта 73 километра. А остаток у меня 8,1 киловатт в час. Само собой, где-то на 0,5-0,4 она встанет. Значит, реально у меня все-таки 7,5. Я надеюсь, что расход мой будет больше 10 километров с киловатт-часа. Вот, но пока вот такие результаты. Вот маленький холмик. Я только что обновил. Надеюсь, что на спуске я отыграюсь и будет у меня больше десятки. А так, велика вероятность встать прямо перед домом. 42 километра осталось. Стою в какой-то дикой пробке. Навигатор пишет, что 6 километров стоять 25 минут. Это прямо вообще вот то, что нужно мне прямо вот сейчас. 25 минут просто потолкаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА